Всем привет, с вами Киракотова и сегодня мы поговорим о Джихангире. Многие недооценивают этого парня и считают, что он самый бесполезный сын Хюрем, что он не мог быть султаном и только создавал проблемы матери, не давая в полной силе защищать своих детей от Мустафы. Султанша смотрела на Джихангира как на ошибку и не могла понять, как так все получилось, именно сыновья могли ее защитить и оставить в центре внимания, а он, он бесполезен. Но давайте разбираться по порядку. Друзья, если вы хотите отдохнуть от Османской империи и заглянуть в мир мистики и интересных фактов, то добро пожаловать на наш второй канал Факты для тебя. Как раз вчера мы обсуждали приятную тему о дружбе между животными и людьми. Это удивительный мир, в котором мы живем. Присоединяйтесь. Итак, Джихангира родился с большим изъяном. У него рост горб, впоследствии чего это все получилось установить невозможно. Но есть предположение, что на это могли повлиять многочисленные роды или частые болезни султанши. В гаремах было холодно и простудные заболевания были очень часты. Также мы не забываем про генетические сбои и тому подобное. Несмотря на все это, Джихангир родился и понеслось. Лечение мальчика, врачи, лекарства и так далее. Историки утверждают, что мать не могла сильно рассчитывать на Джихангира и отдала его на воспитание нянькам. Вы, наверное, спросите, на что рассчитывать? Это же ее ребенок и она должна его любить и оберегать. Да, безусловно. Но в то время к детям не относились так бережно, как мы сейчас. Из-за большой детской смертности женщинам приходилось много рожать и выделять сильных детей. Особенно, если ты наложница султана, и это твоя прямая обязанность. За больного или хромого могли казнить в прямом смысле слова. Существует множество споров по поводу того, мог ли вообще Джихангир претендовать на престол. Многие считают, что да, другие нет. Почему же не мог? И к этой версии склоняется больше историков, чем наоборот. Ну, начнем с того, что молодому султану необходимо развивать и прибавлять границы своей империи. И походы занимают большую часть в жизни султана. Но, как мы знаем, с болезнью Джихангира ему было бы трудно быть в походах. Также мы не забываем, что у Джихангира был отличный склад ума, и он мог управлять походом на расстоянии. Не все султаны лично присутствовали в походах. Вот, допустим, Селим II, сын Хюрем, очень редко ходил в походы. Он все доверял своему паше, который и осуществлял волю султана. Поэтому походы не оправдания, не давать Джихангиру возможность на наследие престола. Вот были другие, более существенные проблемы. Одна из самых важных функций султана – это продолжение рода. Вот тут у Джихангира были проблемы. Он так и не смог оставить после себя потомство. Или он не мог сделать это по причине здоровья, или была другая причина. Мы знаем, что для того, чтобы справиться с болями, Джихангир принимал опий. Он мог повлиять на его дальнейшее продолжение рода. Также мы знаем, что Сулейман не выделял ШХЗД от других мальчиков, а наоборот, спрашивал с него еще больше. И Алеппо на то подтверждение. Именно туда Сулейман отправил Джихангира, когда тот достиг возраста для поездки в Санджак. Он отправился туда восстанавливать город, так как Алеппо был разрушен. И у него отлично это получилось. Поэтому я не вижу никаких причин, чтобы ставить на Джихангире клеймо того, кто не смог бы занять престол Сулеймана. Он смог, но вот жизнь его продлилась недолго. Он умер в юном возрасте, не достигнув и 30 лет. Не был он никчемным, а тем более обузой. Юный принц с отличными знаниями и воспитанием, вот только с большой болезнью и маленькой жизнью. Давайте обсудим это в комментариях, делитесь своим мнением, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы не пропустить наши интересные видео. С вами будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок